Сегодня мы хотим поговорить на тему синдрома иммигранта, с какими психологическими трудностями придется столкнуться человеку, сменившему страну проживания, как их преодолеть и как именно мы справляемся с психологическими трудностями. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. И я Олеся. Погнали! Итак, иммиграция – это не просто переезд на новое место, а кардинальное изменение всего твоего мира, начиная от потребительских привычек до усвоения новых норм и ценностей жизни. С точки зрения социальной психологии, психика иммигранта переживает по силе тот же стресс, что и при потере близкого, и единого шаблона переживания для всех иммигрировавших нет. Выраженность синдрома иммигранта зависит от множества факторов – вызова внешней среды, связанной с преодолением культурного шока, уровнем гибкости, открытости и равенства в принимающем обществе, а также от самой структуры личности человека, его характера, мировоззрения, интеллекта, мотивации и целеустремленности, уровнем развития личности, способности контроля и осознанности испытываемых эмоций, отвечающих за успех и результативность, уровнем тревожности, возраст, гендер и другие. Немаловажное значение на пути к скорой адаптации в новой стране имеет уровень ожидания от переезда. Если ты уехал от чего-то, что категорически не устраивало в родной стране, например, политический строй, культуральные нормы, общий уровень жизни населения вокруг, моральное и физическое давление, то, переезжая в новую страну, ты испытываешь облегчение и будешь меньше замечать те сложности, с которыми придется столкнуться, а значит и адаптация произойдет легче и быстрее. Если же в родной стране глобально все устраивало и переезд связан с поиском жизни в кайф, то есть, например, желанием более легкой жизни и получением удовольствия, то происходит романтизация новой страны и в этом случае трудности на пути к адаптации будут остро восприниматься психикой, застреванием на негативных эмоциях. Проще говоря, если ты едешь от чего-то, то быстрее и легче адаптируешься, а если же едешь к чему-то, то адаптация проходит тяжелее и дольше. Так устроена психика. Поэтому в первую очередь перед планированием глобального переезда четко определись со своей мотивацией, ведь от этого зависит степень сложности и длительность твоей адаптации в новой стране. Если же ты уже находишься в эмиграции и чувствуешь подавленность и даже депрессию, то знай, что эти твои чувства никак не связаны с депрессией. Слава Богу, так как это тяжелое психическое расстройство, с которым без помощи специалиста не справиться. Твои чувства напрямую связаны с тревогой неопределенности статуса эмиграции, невозможностью полноценного участия в экономических процессах страны и очень часто с так называемой ступенчатой схемой прибытия в новую страну. Это когда переезд происходит группами родственников, а не сразу всей семьей, а также с преобладанием отрицательных эмоций, а не полным отсутствием положительных. И с этим уже можно справиться самостоятельно. Чтобы подготовиться к процессу адаптации, необходимо понимать, через какие этапы эмиграционного стресса придется пройти. Это поможет тебе осознать и анализировать тот аспект эмоций, который неизбежно ты будешь переживать. А значит, сможешь контролировать. Перечислим тебе эти этапы. Первый этап – это стадия медового месяца или стадия туризма. Это кратковременный период ожидания и положительных эмоций. Как правило, он длится до двух месяцев, когда ты ощущаешь подъем, эйфорию от знакомства с местной культурой, архитектурой, бытом, тратой накоплений. Второй этап – это стадия разочарования. Наступает при столкновении с первыми трудностями, когда нужно, например, быстро арендовать квартиру, а получается дольше, чем рисовалось в голове. Когда нужно сделать какие-то документы, а с первого раза не получается. И наматывается снежный ком, когда даже отсутствие привычного продукта в магазине просто выбивает из колеи. Растет чувство отчужденности от нового общества, возникает стеснение взаимодействия с обществом ввиду языкового барьера. На этой стадии возможны внутрисемейные конфликты на фоне того, что у каждого члена семьи скорость и выраженность адаптационных процессов разные. Ты начинаешь скучать по родине, по друзьям, привычным местам и знакомому быту. Часто, если в семьях есть разные поколения, то молодежь выступает проводником в новую юридическую, социальную, культурную и языковую среду. Из-за чего начинает испытывать эмоциональный стресс ввиду непосильной ноши и ощущение упущения новых социальных возможностей и воспринимать старшее поколение обузой. Именно в этот период происходит осознание, что эмиграция – это жизнь заново. Длится эта стадия от 6 месяцев до года. Именно в эту стадию закрабываются первые мысли сожаления о переезде. Третья стадия – стадия принятия решения. Это является пиком кризиса, который может длиться годы, когда преодолены первые трудности, сделаны документы, арендована или куплена квартира и появляется необходимость изучать язык, новые законы, встраиваться в общество и искать свое место. Именно в этот период обостряются все негативные эмоции и застревание психики в них. Когда нужно либо пересиливать себя и приспосабливаться, или все бросать и возвращаться на родину. Самое острое чувство, которое предстоит испытать – это чувство чужеродности в новой стране. Многие именно на этой стадии все бросают и возвращаются домой, не осознавая, что возвращение вовсе не откатит горькое чувство разочарования обратно. Четвертая стадия ассимиляции – это ощущение новой родины, когда новая страна перестает вызывать агрессию и страх. И здесь развитие личности может идти четырьмя путями. Ты, как личность, отказываешься от собственной идентичности и под действием желания побыстрее встроиться в новую среду, беззаговорочно принимаешь чужую для себя культуру, превращаясь в местного, копируя их повадки, особенности быта и культуры. В этом случае нередко возникает конфликт личности с развитием эмоциональных проблем, а порой и психических заболеваний. Или сохраняешь исходную идентичность путем избегания социальных отношений с местным обществом. Так выстраиваются целые общины и диаспоры иностранцев, объединенных одной культурой, которые так живут десятилетиями и не знают ни языка, ни особенностей социальных, культуральных процессов новой страны. В этом случае такие люди самостоятельно лишают себя полноценной жизни в новой стране и останавливают развитие своей личности, топчась на месте из года в год. Этот вариант действий приводит к чувству скуки, однообразности и рутинности жизни и благоприятных условий развития депрессивного психического расстройства в разной степени тяжести. Третий путь – стать маргиналом, то есть осознанно отказаться от своей культуры, но при этом не имеет желания развивать социальные отношения с обществом новой страны. В этом случае люди ведут образ отшельника, бродяжничают. Личность претерпевает болезненные деформации с полной деградацией и человек превращается попросту в бомжа. И четвертый путь здоровой личности – это когда ты проходишь все стадии полной адаптации, осознавая и работая со своими эмоциями и в итоге интегрируешься в доминирующее общество страны, а значит сохраняешь свою самобытность. И при этом развиваешь социальные отношения, делясь своей самобытностью и культурой, после чего тебя можно поздравить, ты обрел новую родину. Теперь повседневная рутина больше не вызывает у тебя неприятных ощущений, становятся очевидными положительные стороны новой страны, а также полностью осмысливаются причины переезда. Твоя самооценка повышается благодаря одновременному пониманию двух культур и знанию двух языков. И если тебе удастся при этом научиться по достоинству ценить и страну, в которой находишься, и свое положение в новой системе координат, то долгожданная стадия принятия принесет тебе чувство удовлетворения и победы. А теперь расскажем, как мы справляемся с эмоциональными трудностями. Понимая, что каждому из нас нелегко и учитывая, что мы разные люди и по-разному справляемся с эмоциональными сложностями, мы проявляем терпимость друг к другу. Вербализируем друг к другу свои эмоции. Ведь эмоции нельзя подавлять, их необходимо обсуждать. Уже от того, что вслух будет произнесена причина, испытываемая отрицательные эмоции, мозг начинает ее анализировать и формировать путь решения возникшей проблемы. И плюс, когда другой человек слушает тебя, он может увидеть суть проблемы с иной стороны. И вместе вы уже вырабатываете более эффективное поведение в этих условиях. Наблюдаем друг за другом. Если один из нас замыкается и не начинает говорить разговор, начинает другой. Мы понимаем, что все, что есть у нас здесь, это мы друг у друга. Если кому-то что-то не нравится делать, опять же обсуждаем причины и находим плюсы и минусы от этого действия. Взвешиваем их и уже принимаем решения. Принимаем помощь от местных. Это позволяет сблизиться с менталитетом и завести знакомство. Раньше, живя в РФ, мы надеялись лишь только на себя. В плане того, что отказывались от какой-то услуги приятеля или друга по причине возникающего чувства неловкости, нежелания обременять своими проблемами. Знаешь, есть такие люди, которым предлагаешь по дружбе безвозмездно помочь, а они категорически отказываются. Вот это были мы. А сейчас мы работаем над этим. Пару раз даже сами попросили помощи у местного. Например, у нас сломался комби. Это вот аппарат, который греет воду с помощью газа. И раньше мы бы сами нашли телефон службы ремонта и с помощью онлайн-переводчика заказали бы ремонт. А сейчас мы поменяли тактику поведения и написали тогда в безгоду неделю знакомому турку, который к нам приехал утром и решил все проблемы. Таким образом, прими наш совет. Не стесняйся помощи и принимай помощь. Если кто-то из нас психанул, сорвавшись на другом, находим в себе силы извиниться и обсудить причину срыва. Это постоянная работа над собой. Но без чуткого отношения друг к другу и заботы друг о друге адаптаться будет идти болезненнее. Мы с Вовой пока что еще в начале пути. И нам предстоит еще много работы. И надеюсь, что советы на этом этапе помогут тебе, если ты находишься уже в состоянии миграции и столкнулся с какими-либо психологическими трудностями. Напиши в комментариях, интересен ли тебе такой формат видео. Ну, если ты там уже внизу, можешь сразу подписаться, поставить лайки. Задавай вопросы в своих комментариях. Мы на них обязательно ответим. Если есть какие-то темы, которые хотел бы, чтобы мы раскрыли, можешь также их озвучить в комментариях. Мы обязательно к ним прислушаемся. Всем пока! Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok